Мы являемся поставщиком продуктов для предприятий общепита, рынок Хорика, фудсервис, это кофейни, кафедерии, АЗС, вендинг, кейтеринг, рестораны, азиатская кухня. Склады у нас в Новосибирске, но мы бесспорно имеем покупателей и сотрудничаем с ближайшими регионами. В большей степени мы ориентированы на поставки в города Западной Сибири. Выставка очень интересная, мы все равно чувствуем, что приезжают люди, интересуются. Все соскучились уже по какой-то активности, мы соскучились, наши покупатели. Мы уже давно не имели тактильной связи, пожать руку, обнять наших партнеров, покупателей, поставщиков. Наша компания представляет сервисных роботов. Я скажу, что, наверное, мы одна из самых первых компаний, которая в России меняет стереотипы, тренды, доставляет оборудование в Россию, которая позволяет вообще изменить бизнес Хорики и дать новые инструменты для роста, для привлечения клиентов. И, наверное, решить кадровый голод вообще в индустрии питания. Наши роботы – это сервисные роботы. Здесь представлены порядка трех моделей. Самая популярная – это модель Белла. Она применяется непосредственно в ресторанах. Она позволяет официантам быстро, качественно, без ошибок заставлять блюда с кухни до столиков. У данной модели есть два преимущества, за что ее выбирают. Это первое, естественно, это вау-эффект. Собственно говоря, когда вот ее так гладишь, она там мяукает. Это некая уникальная фишка заведения, когда данный робот привлекает потенциальных гостей в заведении. И второй же момент, почему выбирают данную модель, она экономит финансы и ресурсы владельца бизнеса. Потому что средним окупаемость робота – это около года. Где-то от 9 до 10 тысяч долларов стоимость получается робота. Ну, в районе 750 тысяч рублей. Это робот-промоутер, который, собственно говоря, уже может применяться не только в ресторанах, а применяться в каких-то торговых центрах, в автосалонах, где может выводить определенную информацию, рассказывать про блюда, акции и так далее. То есть его основная задача – это поймать клиента где-то в проходе и затащить в какой-то бутик там или в каком-то продавцу, чтобы тот уже начинал общаться непосредственно по продажам. Фирма «Дестила» с 1947 года занимается изготовлением оборудования для пивоварен, в том числе под ключ. Также компания изготавливает оборудование для чистой культуры дрожжей, производит оборудование для фильтрации пива. Это мобильные фильтры небольшой производительности, это линии фильтрации. В первую очередь мы хотим предложить нашим заказчикам новое направление, которое сегодня «Дестила» реализует. Это ворочные порядки 6 тысяч литров. Впервые в этом году поставили монорынок. Модернизированные фильтры с индукционными расходомерами. Также хочу сказать, что мы еще представляем фирму «Поли», тоже чешская компания, которая занимается линиями розлива. Эксклюзивные предложения, которые компания предлагает, это универсальные линии розлива. На одной линии можно разливать и в стекло, и в ПЭТ, и в банку. Компания наша занимается автоматизацией двух основных направлений. Это «Хорика» и «Ритейл». На рынке присутствуем уже более 15 лет. И на текущий момент занимаем одно из основных нишевых положений в регионе. Оборудование, представленное в первую очередь, конечно же, служит для автоматизации данных заведений. Часть оборудования мы представляем партнерского, часть оборудования представляем под своим брендом. Оборудование используется для автоматизации, учета и аналитики основных заведений, продаж, безопасности, если это, допустим, видеонаблюдение, и учета непосредственно заведений, ресторанов, приема заказов, обработки заказов, подсчета себестоимости. Самое основное у нас – это разработка концепции, это проектирование технологическое, проектирование дизайна интерьера и экстерьеров, инженерия, бизнес-планы. В принципе, все, что бывает до ленточки, до запуска объекта общепита, мы все берем. Объекты сами по себе, начиная от кофейни, пекарни, там 10-20 квадратных метров и заканчиваю пищевыми производствами. Самое основное – это рестораны, это кафе в 200-300 квадратных метров. На этой выставке у меня было выступление, посвященное концепциям. Такой запрос чаще всего звучит от рестораторов, от выставочных площадок. И, что самое интересное, основное ядро вот в этом, в сегодняшнем выступлении, это описание формата подхода концепции гибрид, когда заведение общепита совмещается с ритейлом, либо совмещается с каким-то развлекательным заведением. Сейчас мы начали смотреть на регион, и нельзя не обратить внимание на Новосибирск, то есть как минимум третий город по численности в стране. Так как мы занимаемся автоматизацией ресторанами, чем больше людей, тем больше они потребляют пищи, тем больше заведений, тем больше наших потенциальных пользователей. Мы вообще облачная система, у нас идет подписка только тогда, когда работает пользователь. То есть у нас нет такого, как у больших там компаний старинных, в которых нужно выкупать и потом работать. И работаешь ты, не работаешь, тут уже не важно. То есть у нас как раз таки история такая, что вы работаете и только тогда платите за свою систему автоматизации. На нашем стенде мы демонстрируем наше программное обеспечение, то есть как работает фронтальная часть, на которой работает там кассир, официант, без разницы, бармен, как ни назови это. Мы показываем, как работает наша административная панель, то есть так называемый бэк-офис. Наша компания является лидером в области упаковочных материалов и расходных материалов для нужд бизнеса. Работаем мы уже на протяжении 20 лет на территории Российской Федерации. На территорию Сибири вышли в этом году. 1 марта было открытие нашего подразделения. На данный момент работаем с предприятиями Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Камчатки, Сахалина, Иркутской области и вот вышли в Сибирь. Наше конкурентное преимущество основное – это сервис. Все-таки мы работаем для клиента и основным преимуществом именно товарным, скажем так, для клиента является то, что в нашей компании он может найти абсолютно все расходные материалы для своего бизнеса и получить комплексную услугу, начиная от покупки до поставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова